МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 130 нарушений зафиксировала миссия ОБСЕ в Луганской области за последние две недели. Об этом наблюдатели сообщили на своем официальном сайте. По их данным, с наступлением школьного перемирия количество обстрелов уменьшилось. Стреляют в основном ночью или рано утром. Как работает миссия, видели наши корреспонденты. Сегодня в ОБСЕ работают 153 сотрудника в Северодонецке и 159 в Луганске. Наблюдатели не только фиксируют обстрелы, но и способствуют временному затишью на линии фронта. Мы помогаем в установлении локального перемирия. Мы называем его окно тишины. Используется оно для ремонта инфраструктуры. Гуманитарную помощь в станице Луганской ОБСЕ не оказывает. Просьбы жителей наблюдатели адресуют международным организациям, таким как Красный Крест и ООН. Все время проходили здесь? Да. И до того, когда сделали ремонтную работу? Да. Да, дадим и по 5-6 часов. Люди хоть чуть думают. Но лучше вообще все это убрать, чтобы все жили мирно. Анна Продавец в местном магазине рассказывает, сейчас станицу обстреливают рано утром, до открытия КПВВ. База ОБСЕ находится в 5 километрах. Наблюдатели работают круглосуточно. Ходят, конечно, по территории очень часто. Проезжают очень часто. Видим постоянно. Чтобы порядок был. Люди приезжают сюда на ротацию. Кроме этого, в середине базы установлены блиндажи, которые могут защитить наших наблюдателей в случае эскалации конфликта. Фиксируют обстрелы с помощью специальных веб-камер. Сегодня на территории Луганской и Донецкой областей работает 10 патрульных баз ОБСЕ. Свои отчеты наблюдатели размещают на официальном сайте. Их можно прочитать на русском, украинском и английском языках. Алиса Туренко, Максим Новак, телеканал «Донбасс». Дети Донбасса узнают больше о минной опасности. Датская группа разминирования готовит масштабный проект в школах Донецкой и Луганской областей. Иностранцы говорят, сегодня восток Украины в числе лидеров наиболее опасных территорий. За четыре года вооруженного конфликта от мин погибли более двух десятков детей. Тему продолжит Алексей Куделя. Так металлоискатели реагируют на снаряды от малокалиберной пушки. В траве мина 82-го калибра. Саперы говорят, находят не только современные снаряды, но и времен Второй мировой. Со Второй мировой войны. Очень много боеприпасов, не разорвавшихся. Ну и сейчас вот четыре года как современные боеприпасы. Опасность несет все. Даже маленький взрыватель может оторвать человеку руку. Кроме десятков армейских саперов и сотен поисковиков групп гуманитарного разминирования, ежедневно на Донбассе работает госслужба по чрезвычайным ситуациям. Но несмотря на это, даже в давно освобожденных городах есть опасные участки. Человек-сапер, вот он поработал немного в 2014 году. Где-то что-то указал, где-то мог забыть человеческий фактор. Где-то мог не передать одну из карт или части карты. И все, и так информация пошла. Пострадать от разрыва снарядов больше всего рискуют дети. Поэтому в этом году датская группа по разминированию реализует в регионе масштабный проект среди школьников. Более 10 тысяч детей получат новые знания о минной опасности. Будем готовить тренировок, чтобы дети могли сами в более корректной и доступной форме доносить информацию для своих сверстников. Датская группа по разминированию работала в нескольких странах Азии и Африки. Теперь свой опыт используют в Украине. Прямые сравнения нельзя проводить. Но многие страны, которые пострадали от войн. Это Камбоджа, Мозамбик, Афганистан, Сомали. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто. Алексей Куделя, Игорь Монастарев, телеканал Донбасс. Не бояться повышения коммунальных тарифов советуют в Минсоцполитике получателям субсидий. Увеличение цен на услуги ЖКХ повлияет только на процент, который вместо семьи оплатит государство. А вот контроль по расходам и проверка имущественного состояния будут строже. Подробнее наши корреспонденты. В этой многодетной семье у каждого свои обязанности и занятия. Занятия, кружки и спортивные секции. На шестерых детей это немалые средства. Живут в доме 81 квадратный метр. На коммунальные услуги в холодную пору года тратят примерно 7 тысяч гривен каждый месяц. У нас электродуховка, дети используются и компьютерами, и телевизорами, и плойками, и утюг. И оно очень много. Про дня машинка у нас, ну, каждого дня я беру руками. Три года назад семья оформила субсидию. Мама Лилия говорит, так экономит почти 50% денег, которые нужно заплатить за воду, газ и свет. В прошлом году субсидию оформили 6,5 миллионов семей. Больше всего в Тернопольской, Кировоградской и Сумской областях. В этом году желающих будет меньше, прогнозируют в Министерстве соцполитики. Ревень оплаты приблизительно на том же ревне залишается, а доходы сближаются. Это немалую приводить до того, что чисельность отриманных субсидий должна уменьшиться. В этом году в правилах получения субсидий есть новшества. Кроме доходов будут проверять еще и имущественное состояние. Не получат помощь собственники квартир площадью больше 120 квадратных метров и домов в 200 квадратных метров. А также те, кто имеет авто младше 5 лет. Беспокоиться о повышении любых коммунальных тарифов тем, кто имеет субсидию, не стоит. Успокаивают в профильном министерстве. Так как такие изменения повлияют только на процент, который вместо семьи оплатит государство. Субсидия обеспечивает то, что для каждой семьи враховывается индивидуальность тех доходов, которые получает конкретная семья. Чем меньше доходов, тем меньше процент от этих доходов платит семья. Будут контролировать кроме доходов и расходы. За годовые покупки больше, чем на 50 тысяч гривен. Если это не деньги на лечение, субсидию, скорее всего, не оформят. Мария Петрик, Вячеслав Филюшкин и Леонид Попович, телеканал Донбасс. Тур по Донецкой области. Покровск с рабочим визитом посетил народный депутат Сергей Тарута. Он побывал на нескольких машиностроительных предприятиях. С трудовыми коллективами обсудил перспективы развития отрасли. О чем говорили, слышала Елена Успенская. Мы короны варим, шнеки варим. Владимир работает сварщиком на экспериментальном машиностроительном заводе. Здесь изготавливают горное оборудование. Обсудить с заводчанами проблемы развития отрасли приехал нардеп Сергей Тарута. Нам необходима полная модернизация нашего промышленного комплекса. Естественно, это могут обеспечить только машиностроители. А это один из цехов Донбасского индустриального завода. Здесь также производят горно-шахтное оборудование. Редукторы, центрифуги, лебедки. Производство наращивают, технологию совершенствуют. Но без внимания правительства не обойтись, говорят руководители предприятия. Машиностроение надо развивать и сюда надо уделять как можно больше внимания. От того, как работают машиностроительные заводы, зависит вся экономика страны, уверен Сергей Тарута. Роль машиностроителей в этой трансформации колоссальная. И мы должны вместе обеспечить это развитие в нашей стране, как во всех секторах экономики, так и в том числе и в машиностроении. Финальная точка визита – городской парк Покровска. Здесь сейчас вовсю ведутся строительные работы. Завершить их планируют летом следующего года. Елена Успенская, Владимир Краснов, телеканал Донбасс. Формула Rotterdam Plus, по которой рассчитывают цену угля для производства электроэнергии, является экономически обоснованной. Ее использование не причинило убытков государству. Такой вывод Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз обнародовала адвокат Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Ирина Одинец. После таких выводов открытое НАБУ дело в связи с установлением формулы Rotterdam Plus должно быть закрыто. Такая экспертиза была призначена ухвалою суду, а это значит, что она была абсолютно законна. Никакая сторона не получила никакого влияния на решение вопроса, что были в этой экспертизе. Результатами, такими, которые получены этой экспертизой, безусловно, ставится вопрос о закрытии проведения в справе, в криминальной справе, что расследует НАБУ. Чуть больше 400 жителей, две трети из которых – пенсионеры. В селе Лебединском Донецкой области улицы разбиты полностью. Люди, которые остались, страдают от обстрелов. Годами не видят родственников. А те, кто рискнул приехать, проведать своих близких, их не узнают. История семьи Литвинчук от наших корреспондентов. Елена Литвинчук ни на минуты не отпускает руку своего мужа. Они вместе уже 64 года. Здоровье женщины резко пошатнулось. Не столько от возраста, как от войны. Супруги живут на линии огня. В Лебединском снаряд разорвался рядом с домом. От стресса Елена Амелянина почти не видит и не слышит. У нее отказывают ноги. Стареньким помогает младшая дочка. Год назад Любовь приехала из села Саханка, где едва сама не погибла. У нас упал снаряд прямо под окно, подвал. Если бы я там была, я живой бы не осталась. Чудом уцелели улики возле дома Литвинчуков. Для Григория Мартыновича пчелы не просто увлечение. Дет занимался, отец. А я пошел по этой пути. И я решил не бросать до конца своей жизни. Часть меда продают или меняют на хлеб и молоко. Но денег пенсионерам не хватает. Тем, кто остался с войной наедине, помогает фонд Рината Ахметова. Спасибо ему, что он нас выручает, вы это спасает. Спасибо Ринату Ахметову. Дай Бог ему здоровья за все, что он нас поддерживает. Если бы не он, не знаю, что бы у нас было. Мирным жителям Донбасса выдали более 12 миллионов наборов помощи. Пенсионерам такая поддержка уже более 4 лет помогает выжить. У Литвинчаков трое детей, шестеро внуков и 14 правнуков. Надеются, что их будущему уже в ближайшее время ничего не будет угрожать. Чтобы мир был, чтобы мир и людям, и всем народу, чтобы было доброе. Валентина Чурикова, Ростислав Сысоев, Владимир Конопля, телеканал Донбасс. В 17 раз увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности в автомобиле хотят депутаты. Готовы ли к такому наказанию автомобилисты? И сократит ли это количество ДТП? Выясняла Валерия Семичихина. Ольга водитель с 14-летним стажем. Машину водит почти каждый день. У нее двое детей, которых нужно возить в школу и садик. Говорит, все члены семьи ездят. Только пристегнутыми. Потому что это правило безопасности. Младший у меня ездит вообще в специальном детском кресле. Старшая всегда пристегнутая. Ей уже и рост, и вес, в принципе, позволяют ездить рядом со мной на переднем сидении. Но на заднем у нас тоже есть ремень безопасности. И она в любом случае всегда пристегивается. И я пристегиваюсь. Муж, когда за рулем, тоже пристегивается. Двугодовалый сын Ольги ездит в автокресле. А 9-летняя Аня использует ремень безопасности. Иначе нельзя, говорит девочка. Когда машина резко может остановиться, можно удариться. Сергей таксист. За рулем более 30 лет. Говорит, и он, и его пассажиры всегда пристегнуты. Как-то видел по телевизору, что лобовое стекло выбивает, если не пристегнуты. А ситуация разная бывает. Так что, заставляют. Заставить пристегиваться водителей и пассажиров намерены и депутаты. Штраф за непристегнутый ремень безопасности может вырасти в 17 раз. Елена инициативу нардепов поддерживает. У нас, к сожалению, достаточно безответственные граждане. Поэтому они другого не знают и не понимают. Им нужен только кнут. С пряником не получается. По статистике, ремень безопасности минимум вдвое увеличивают шанс выжить в смертельном ДТП. Но пристегиваются за рулем только 15% водителей и 10% пассажиров. Штраф за непристегнутый ремень сегодня – 51 гривна. Для многих эта сумма не аргумент, считают патрульные. Штраф у 51 гривня несуттевым. Именно поэтому водители игноруют ремень безопасности. Выкористовывают заглушки, чтобы автомобиль не подавал звуковый сигнал. То есть, изменится штраф от 51 гривны на сегодняшний день до 850 гривен в будущем. С начала года только в Мариуполе патрульные составили почти 900 протоколов за неиспользование ремней безопасности. Валерия Семичихина, Кирилл Пихно, телеканал Донбасс. На этом выпуск завершен. Хороших вам новостей и уверенности в будущем. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!